Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я сейчас смотрю на эти юные, совсем юные, счастливые лица моих современников И поверьте, искренне радуюсь их счастью Но сердце моё, сердце человека, прожившего много прекрасных лет И поистине трагических дней буквально сжимается от волнения за их ещё не сложившиеся судьбы Потому что все мы сейчас с вами живём в очень тревожное время Война Какое-то жуткое слово И как мало они знают о войне Она прошла мимо них, не задев, не опалив, к счастью Оставив только след в детской памяти их родителей Несколько лет тому назад Я случайно, совершенно случайно познакомился с письмом фронтовика Это было письмо, прислано на радио, как отклик на передаче Оно меня крайне взволновало Начиналось оно так Уважаемые товарищи, прослушав ваши радиопередачи, не мог не откликнуть на них Всё дело в том, что во время Отечественной войны Я был тяжело ранен, доставлен в медсанбат И от большой потери крови умер Так и написано Умер Он умер Сурен Георгиевич, пульс исчез Всё записала? Так точно Хорошо Тяжелейшее ранение левого бедра, большая потеря крови Клиническая смерть, попробуем спасти Кров? Первой нет У него какая группа? Третья Резервный донор? Третья нет У меня третья Много крови нужно будет поля, пятьсот, шестьсот кубиков Берите Берите О, а сколько можно? Быстрее Ты что, с ума сошла? Сама, дохлая Только бы успеть, а? Ты меня слушайся, я тебя старше Готовьте, Иванова Есть Кто это? Главный хирург госпиталя Акопян Со своей бригадой прибыл Повезло Ой, повезло парню Хм, ну это че бабушка надо, я сказала Как у поля? Третья банка Держите свет Все? Все Хватило шестьсот кубиков Как ты? Пить хочется Он как? Уже живет Живет уже девочка моя Саватана Махчинча Оперируем бедро Как мед пчелиный будет Поздно или рано Заживают раны Через три дня Меня и Полину Отправили в прифронтовой госпиталь Это письмо было написано Ровным почерком Человека, не привыкшего Часто писать Два русских имени Поля и Федор Две судьбы Кровью, связанные с судьбой России Тебя-то где зацепило, сестренка? О, уже лучше Держи. Боржом. Нарзана не было? Только боржом. Хе! Эй, ну, бляжи! Ага. Письмешка. Спасибочки. Ага. И тебе. Черт. Федор, неужели тебе это помогает, а? Ну, попробуй. Я не верю. Я не верю. Теска. Ага. 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 Пошли. Угу. Написал уже. И потом еще. Передавай привет всем близким. Кругом. Ага. Куда? Садик погулять. Самосадиком подышим. А? Ну, идите гуляйте. Вот. Пропуск. Есть пропуск. Есть пропуск. Ракета. Ах. Опять мечтаться, Алкос. Хе-хе. Ну, да ладно. Ох. Костыльщики-болельщики. Тихо. 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 Ах. Фидя! ОСДАРОЖНО!!! Осторожно! Ой! Больно! Ты что? Любовь! Ну-ка, давай! Видел кто? Все видели! И врачи! И врачи, нянечки, и медсестры! Ой, это как через забор, словно двор! А что говорят? Ничего не говорят, радуются! К чему? К чему? Нашему счастью радуются! Пошли! А ты катить умеешь? Чего? А я умею! Ты знаешь, у нас в детдоме целая корова была! Ты что ж, прямо на фронт из детдома? Нет, из педучилища, я же тебе говорила! Ну, вот и надо было учиться! Ну, что на фронт вот таких-то берут? Что мы без вас, что ли, не справились бы? А вот как бы ты без меня, а? Это точно! Как бы я без тебя! Давай! Опа! Вот мы и дома! Знаешь, что я тебе хочу сказать? Знаю! Что? У тебя выписка скоро, да? Ты откуда знаешь? Машка сказала! Федя! Ты меня не забудешь? Клянусь, падение горькой мукой! Победы краткой мечтой! Клянусь, свиданием с тобой и вновь грядущей разлокой! Выучил! Демон! Демон ты мой хороший! Демон мой дорогой! Что ты? Шиповник цветет долго! А он еще долго будет цвести! Знаешь, иногда и цветы, и ягоды вместе! Что, если он еще не отсветет, а ты уже всегда с другим? Что? Что? Поля, я... Поля! Пусти! Поля, подожди! Поля, подожди! Поля, подожди! Подожди! Пусти! Ненавижу тебя! Вот ты какой! Вот что ты обо мне подумал! Поля, я ведь тебе потому сказал, что ты жизни совсем не знаешь! А жизнь, она ведь... Она ведь такое может, Поля! Поля, поля, поля! Маленький гуман Неуловимых, волокнистые стада. Подожди. Дальше я. В час разлуки, в час свидания, им ни радость, ни печаль. Им в грядущем нет желания. И прошедшего не жаль. А мне вот жаль. Ох, как жаль. Федя, хочешь я тебе самую страшную клятву дам? Что ни с кем больше, никогда. Не надо. Что опять? Пить хочу. Я сейчас принесу. Вот так, пей. Интересно. Жаль, мало. А я мигом. Не надо. Что? Подожди. А я миг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот это-то кто же? Ужастенький. Это моя Феденька. Ах, Феденька. Феденька. Поторопилась ты, подружка. А ведь могла бы капитана отхватить. Майора не надо. Майоры все женатые. А вот капитаны все сплошь холостые. Маш, как скажешь, хоть стой, хоть падай. Полунина! К старшей сестре! Ну, все, все. Ну, иди, иди. Хватит. Хватит. Шло время, а думы о поле не покидали меня. Писал Федор. Покинуть самолет! Покинуть самолет! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Ну что, подружка, может уже хватит тебя мучить. Молодость не вечная, Полинка. Одевай-ка ты свое голубенькое платьице. И со мной на танцы, а! Мактуна, Машка, Машка. Нет. Интересно. Не можешь ты не найтись. Не можешь, не можешь, не можешь. Во Франции я стоял над могилой русского солдата и думал, мог бы и Федор лежать под такой же гранитной плитой. Он тоже воевал в сопротивлении. Победил и вернулся на родину, когда воинов уже не встречали оркестры, а девушки не бросали им цветы. Воевал три года, трижды умирал. Трижды встав из гроба, роту поднимал. Слышишь ли, сестрица, слушаешь ли, мать? К нам из-за границы долго мне шагать. То не сокол скрылся в тучи грозовой, То на фронт уехал парень молодой. Ты не плачь, сестрица, не печалься, мать. Сокол только птица, парнюш воевать. Уж как я тебе рад, Федька. На зорьке, на рыбалку пойдем. Лещи у нас, ну лещи у нас, ну не дайте собрать. Волите? Давай про дорогу. А я посижу. Кушайте, гости, дорогие, кушайте. Давай. Пирожки попробуйте. Возьмите пирожок. Эх! Танцевать, друзья мои! Танцевать! Юра! Бедняк, мама! Юра! Пойдем, давай, приши. Стариной, а? Пойдемте, давайте. Давай, ребят, поймем. Может, встретись, улыбаешься, Может, шумура, ты не жура. Может, помнишь, труда, Может, спыть не садян, Моя детская. А у вас, у мужиков, все, рыбалка, рыбалка. Да, Федора, женить надо. Федору-то? Ты взглядом меня провожала От песни холодных и трон. Ты мне ничего не сказала И все рассказала. Ишь ты! Господи! Да что ты, что ты, Илюша? Парень не отгулял, не отдохнул, А ты уже жених. А он уже женатый. И жену знаю, как зовут. Домна Мартеновна. Ой, бабка горячая, Подойдет, дябка не станет. Друзья, друзья, друзья. Тихо. Сынок, поди принеси ту плашку, Которую я вместе с этажеркой В твою комнату поставил, а? Мне ее полвека назад отец вручил, Ну, а теперь настало время Младшему Бочкареву передать ее по наследству. Первая плавка наша, да? Да, точно. У меня же такая дома есть. И у меня есть. Поле! Господи! Ты что? Когда у вас было поле? Ты что, сынок, какая поле? Я же спрашивал, почему же не сказали? Отойди, отец. Иди, сынок, иди туда. Что такое? Федор! Это у вас откуда? Господи, да это старая карточка-то. Отец за сундуком нашел, Когда из эвакуации возвращались. Да ведь это же я ей писал. Ой, да как же это мыто. Значит, она меня искала. Может, и сейчас еще ищет. А я-то... Я-то... И ты ищи. Обязательно ищи. А как же? А то жизнь не в жизнь будет тогда. Тоска одна. Ищи, парень. Граждане, сколько раз просили. Не курите, пожалуйста. Дышать нечем. Спасибо. Пожалуйста. Бочкарек! Я здесь. Иванова Полина. Скажите, а кем вам приходится Полина Ивановна? Жена. Угу. Так, так. Но место рождения жены полагается знать. Понимаете, мы и на фронте познакомились. Она из детдома. Я помню, у нее еще подруга была. Машей звали. Ну, с такими данными должна вас огорчить, товарищ Бочкарев. Найти Иванову почти невозможно. А вы в часть запрос сделали? Мне сказали к вам обратиться. Уж очень Ивановых-то у нас много. Она... Мне жизнь спасла. Ну что ж, давайте, будем искать. Да. Спасибо. Одну минуточку, Федор Васильевич. Чего это там происходит? Сейчас разберемся. Васи! Отойди, отойди. Мои санки, мои санки. Быстро ко мне. Ну что опять не поделили? Санки. Так, значит, санки, тогда вот что. Идите в столярку, попросите у Владимира Ивановича двушную пилу и распилите санки. Напополам. Не напополам, а пополам. А как же мы на них кататься будем? Ага. Тогда советую кататься по очереди. Сначала один, потом другой. Понятно? Идите. Представляете? Жить эти друг без друга не могут и постоянно конфликтуют. А почему Васи? А его зовут Василий, а я Василиса. А-а-а. А наш детский дом, как вы заметили, Васинского района. Вот их и прозвали Васи. Она очень похожа по характеру на нашу Полю. Простите, вашу тоже. Она теперь, конечно, Полина Ивановна. Очень дорогая мне фотография. Да военная. Это молодость моя. Я дарю ее вам. Дарю, потому что верю, вы найдете Полю. И пожалуйте с ней ко мне в гости. Прошу. Спасибо. Спасибо. Люди не оставляли меня в беде, писал Федор. Я часто с безграничной благодарностью вспоминаю Вас, директор детского дома, где выросла моя поле. И вас, милый доктор, из колхоза Красный Луч, были так не похожи на мою полю. Спасибо вам. Извините. Да уж вы меня извините, что я не ваша Полина Ивановна. Счастливой вам дороги. Спасибо вам, Полина Ивановна. Счастливо. Меркулович, дамчи нашего гостя до станции. Дамчи. Счастливо вам. Спасибо. До свидания. Ну. На-кася, возьми. Да ну что вы, Полина, да за че? Бери, бери, не сражайся. Возьмите в доктор. Да ну. Второй сходится. Ну, напишите нам. Благодарствуйте. До свидания. Эх, не все слыхал в беседе вашей, но кое-что, понял, башкою нашей. Но, знаешь ли, парень, как в старых-то книгах писал. Ищите его, брящите. Так что ищи, парень, ищи. Где хорош пирог, тут и сто дорог. Ты только веры не теряй. Старый дело говорит. Надежда и вера добра мера. Счастье не рыбка, удочкой не поймаешь. Удачливый в гору ползет. А неудачливый из горы не катится. Знаешь. Красивая душа для всех хороша. Плохих людей много, хороших больше. Вот к ним и ступай. Они под себя, по себе знали. Я искал поле везде. Искал долго и упорно. Сколько человеческого внимания. Сколько сердечной теплоты, отзывчивости видел я за это время. Писал Федор. Носит вас нелегкий по ночам. Людям спать не даете. Ну, сходи-ка, не стучал. Не лето. Размещу где-нибудь. Ружье где? Потерял, что ли? Ну, давай, 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 давай. Вот дела-то. Выходят однополчане. И чего она только не делает. Кто? Давай на это. Ты духом-то не падай. У тебя вся же надежда есть. У меня другое дело. Из земли не подымешь. Про меня, знаешь, турное говорят. С бабами путается, пьет, опустился, мол. А я, понимаешь, жениться не могу. Не могу и все тут, понял? Вроде, все, все, все. Я как вспомню ее, и кил дым отворот-поворот. Вот теперь в егерях. В лесу-то легче. А ты это, если что, пиши. Адресочек мой у тебя есть. Спасибо тебе, тезка. Напишу. Непременно напишу. Да, Федь, ты по тропинке не ходи прямо. А, вправо. Там ближе. Угу, понял. Санитарки Ивановых, медсестры Ивановых, врачи Ивановых, сколько Ивановых, Полин Ивановых. И нигде, нигде единственное его поле Ивановой. Его поле. «Верно» Ивановых, 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 Санитарки Ивановых, ahí Твой Белый Золотат Твой Денисник, Грабеший, Поздрей. Не Зовут Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Прошу любить и... Здрасте! Матюша! К тебе это относится в первую очередь! Дядь! Прошу вас! Матюша! Нора! Матюша! Матюша! Продолжение следует... Продолжение следует... Новейшее дистанционное управление Матюшина! Где-то мы вас попробуем... У-у-у! У тебя явные способности к механике! За отвагу? Так... Тише, тише, тише! Полина Ивановна! Тише! Скажите, пожалуйста, за что вы получили медаль за отвагу? Обязательно! Но обо всем об этом мы поговорим позже! А сейчас... На чем вы остановились в последний раз? Может, к Марганцу добавить? Больно горячный, Петрович! Сдается, мне и так переложил больше меры! Петер Петрович! Мы считаем, холодноват металл-то! Чего? Кто это мы? Без тебя знаю, холодноват! Чего ты орешь? Да ну! Пойду в воздуху кладу! Ну иди, время есть! Он по старинке думает! Слышали, как орал? Что ты не в себе, наш папаша! А, так видишь ли, он бедолага! У него все из рук валится! Папаша, папаша! Не тянешь, папаша! Лежи, мастер! С тебя приходится! Я тебе письмишки прихватил! Наконец-то! Рано его! На печь поставили! Кого это его? Его! Друга твоего! Вот кого! Шастая! Ты опять в хвосте плетошка! Ну что ты шастая, шастая! Что ты ноешь, будто у тебя зубы болят? Не видишь, что человеком делается? Ему помочь надо, а ты шастая! А ты, партнерка, его еще на премию выдвей! Сверху пробило! Металл пошел! Федор Петрович, бега! Козел! 200 тонн! Коту под хост! Бог для вас! Козел! Козел! Девушка в ситовом платье Помню, пули грудь обожгло Сколько годочек прошло Многое в жизни бывает И так великой сырой Но каждый из нас убирает Солится, льду и сортов Феденька, наш так убивается, так убивается И все молчком, все молчком Ему беду-то словом не отгонишь И все через нее, через сестричку эту А она, может, и думать о нем забыл Никифорович, слышь, Никифорович Ты поговорил с Феденькой-то Пусть женится, а там смотришь... Женатый он уже Худо, что он вовсе духом пал Полину искать изверился Плавку запорол Заявление подал, с завода бежать собрался Это же всему роду Бочкаревых позор Да Тут Груша надо не спеша Понимаешь? Тут с умом говорить надо Ну ладно, мать Пошел я прилягу Иди, 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 родимый, отдохни И убиваться тут нечего Эки страсти войну вынесли Кому хор скажи Неужели мы Намовидно на Батькину пенсию не проживем? А Тебе и отдохнуть не грех Я так думаю А что козла створил, ты как и не видай Будь то у него у старого телепня осадок не было, когда на дом не проработал Небось бы хлеще, чем козел Ну Ну что ты бухтишь, мать? Что ты свекольная душа в осадках-то понимаешь? А то и понимаешь, что, по-моему, тоже кое-что было! Было, было Ну разве в осадке дело? Сердце у него осело, вот что Вы что? Слиток стали Это тот же кусок сердца И только дурни думают, что сталь металл бездушный Потому как не каждому дано сталеваром стать Слышал? Не каждому Вот возьми, к примеру, скрипку У одного она в руках поет А другой пилить, 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 пилить Как будто вся цель в том, чтобы перепилить Как можно скорее Вот по старым-то временам таким умельцам, как ты Еще как бабам заслонки поднимать А тебе печь доверена Огнедышащей печь, понял? Да как ты посмел браться за плавку-то? Лошадь! И то чует, какое настроение у человека, а ты Здорово, дядя Груша! Здравствуй! А Федька у себя? Тише-тише-тише-тише Шустик, поговори бы ты с ним по-приятельски, а то он совсем не в себе Хорошо Здорово, Федька! Играешь? Чего тебе? Ага, перевоспитывать пришел Чтоб заявление обратно взял Так не возьму ведь Успокаивать меня пришел, утешить Не нуждаюсь Что вам всем от меня надо? Псих! Никифорыч Чего? Спишь? Ну, сплю, а что? Да здорово, я говорю, ты давеча сынка своего шуганул Аж Бобик в своей будке подскочил Да Грубый ты человек, Никифорыч Такую, понимаешь, нежную Такую никем не понятую душу бередишь А, нехорошо, Никифорыч Хватит Хватит, товарищ Шустав Хватит Товарищ Бочкарев Если ты Бочкарев, а не Лоханкин Садись Считаю, что с приспитанием Федора, сына Петрова, покончено На, вот, возьми Я бы хотел, чтобы ты на моих глазах это разорвал Но, к сожалению, на обратной стороне Резолюция директора, считая тебя вот Ногой, черт, мне твой отпуск А ты не ори Сейчас все поймешь Сурен Георгиевич Акопян Профессор Ереванского медицинского института Живет и работает в Ереване Сурен Георгиевич Фронтовой хирург Подожди, я же везде запросы слал, ведь Но-то ты, а то мы Рассказал бы все сразу Может, и узел весь распутали бы А то из тебя железными клещами Каждое слово тащить надо Как из ложницы запавшего Шустик Шустик, друг Ты мой Слушай, а как думаешь, сколько сейчас времени в Ереване? Я думаю, ну, часа три По сравнению с нашим Да, алло, алло Слушаю вас Алло Алло, это квартира профессора Акопяна? Да, да, да Кто говорит? Ваш бывший пациент Сержант Бочкарев, Федор С ума с этим Что с вами, сержант? Алло И сердце остановилось У кого остановилось сердце, дорогой? У меня У меня, Сурен Георгиевич Понимаете? У меня Ничего не понимаю Повторите еще Фактически, я уже умер Кто умер? Я, я умер, я Вы умерли? Он умер и звонит мне по телефону Ищи Если тебе уже звонят оттуда Причем тут я? Асма Мэри Лемели Бах Насколько я вас понимаю Молодой человек Вам необходима Медицинская помощь Так вот, советую вам Обратиться к другому доктору Это замечательный специалист По нервным заболеваниям Да Запишите его телефон Алло Можем с ума сойти Алло Это квартира профессора Акопяна? Да, Акопяна Алло Ничего не понимаю Фантастика какая-то Три часа ночи Спи, Джан Эспи Абіт Женеч Спасимость Спасать Спасurs Остан Настас Настас Хотя Мы Режим Некрасивая оценка, по-моему, не идёт. И всего доброго. Здравствуйте, Сурен Георгиевич. Здравствуйте. Вы меня, наверное, не помните. Нет. Я вам ещё ночью звонил, плохо было слышно. Я бывший сержант Бочкарёв. Вы мне на фронте жизнь спасли. Сержант, который умер. Так точно. Я отлично помню. Большая потеря крови и несколько рискованное переливание. Так точно, профессор. Скажите, а где ваша прекрасная спасительница? Маша, кажется, её зовут, да? Нет, Поля. Поля. Поля Иванова. Так. Собственно, из-за неё-то я и приехал. Что с ней случилось, дорогой мой? Она врачом хотела стать. Если стала, так, может быть, вы знаете. Понимаю. До свидания, Сурен Георгиевич. Всего доброго. Нет, ничего не знаю. А вот у неё подруга была, Маша. Её адреса не знаете? Маша. Беленькая. Весёлая. Даже если бы у меня был её адрес, всё равно моя бы жена его... Ха. Вы не знаете наших армянских женщин. Это же витязи в котиковых шубках. Слушайте, а в адресное бюро? Это же очень просто. Ой, что я говорю. Ивановых в России больше, чем и копянов в Армении. Вот что. Вам нужно поехать в Лыкошино. Там стоял наш госпиталь. Там же масса местных людей работала. Вот они могут знать. Едем ко мне, там поговорим. Едем. Будем кушать долму. Что? Это очень вкусно. Шатлав, или... Прошу. Садитесь, прошу вас. Так значит, бублём и ходишь. Так и хожу, тётя Дось. Э, похвально, что не размотал по ветру любовь-то свою. И рада бы тебя утешить, да нечем. Старая стала. Забыла много. Что вы, тётя Дось, вы женщина крепкая. Спирт, он тоже крепкая, выдыхается. Она матерью хотела стать. В тыл её отправили, сынок. А что дальше было, кто знает. Посылку ей хотели собрать, да не знали, куда. Может, ребёнка твоего растит. А может, кто знает. Война. Ты куда это, сынок? Куда ж ты, сынок? Я тут поброжу, маленько. Ну-ну, поброди. Ты чё ж, милок, на забор-то забрался? Тебе езжели в библиотеку, так вратат. Вон там. Извините, я тут в войну в госпитале лежал. А, вспоминаешь, значит, да. Ну тогда, сиди. Вот мы и дома. Это было последнее прощание с моей полей. Я оборвал тогда тонкую ниточку, которая связывала нас. Зачем расстравлять сердце? Надо жить, несмотря ни на что. Надо жить. Писал Фёдор. Давай в облу, ну. Ещё не поймал. А. Здоров, Фёдор Петров. О, привет. Того поешь? Давай к нам. Погодка отличная. Пивка выпьешь. Хорошее пиво. Подходи. Куда это он, а? На детскую площадку потопал. Чудно. Да. Опять пришёл. Опять. Из чего сегодня печёшь? Из пшеничной? Ты что, не видишься с кукурузы? Ага. А ты а завтра пекла из пшеницы? Понятно. А это что такое? Коржики. Давай поедим? Давай. Давай. А может лучше мороженого, а? Мама, мне сама палочку покупать. Только недавно в палочек не было. Дай-ка я тебе помогу. А ты за меня не подглядывай. Спусти меня сейчас же. Да пожалуйста, пожалуйста. А где ж твой папа-то? За синими морями, за дальними лесами. Я тоже недавно был за синими морями, за дальними лесами. Может быть ты и есть мой папа? Ой, ты маленькая. Опа-ля. Здравствуйте. Что это у вас тут происходит? Здравствуйте. Да вот с дочкой вашей беседую. Ага. Галчонок, а ведь нам пора с тобой домой идти. Общительный у вас ребёнок. Да, странно. Не замечала никогда. Она вообще к мужчинам редко подходит. Без отца растёт, как дичок какой-то. Вы уж извините нас. Нам переодеваться пора. До свидания. До свидания. Извините. Ты забыла. Извините. Спасибо. Так и вошла в мою жизнь Галочка. И я уже не мог отстать от этой семьи. Девочка продолжала меня назвать папа. Я не протестовал. Зачем лишать девчонку отцовской ласки? Ей этого так не хватало. А ты завтра приноси горзунки будем печь. И всю любовь, которую я носил в себе, я отдал ей и двум мальчишкам-близнецам, появившимся на свет. Пап, давай ей сделаем волоски? Давай, сделаем. Давай, иди сюда. Ну-ка. Ну-ка, иди ко мне. Опа. Ну-ка, сейчас. О, какие. О, какие хорошенькие. Какие хорошенькие. Ну-ка, я посмотрю. О, смотри, какие смешные. Ай, какие хорошенькие. Пойдем. 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 Здравствуй, Поля. Андрей. Господи, какими судьбами, а? В гости. Боже ж ты мой. Вот приехал. А это все кому? Ну, как ей. Ей? Ой, как время летит. Она у меня в кукол не очень-то играет. Да. Ну, здесь подарок от Маши. Боже, от Маши. Ну, тут какие-то конфеты. Господи, господи, вы есть. Хотите, Андрей? Спасибо, Свет. Я разве что покурить. Курить начал. Усы отпустил. Пойдемте на воду. Доченька, ты здесь поиграй. Пойдемте, пойдемте. Ну, и как же там моя Машка живет, а? Ждет ребенка. Замуж не вышла? Ребенка ждет. Правда? А, молодец какая. А муж кто? Ой, вы не знаете, военный один, друг соседей. Ваша-то как, выросла? Ой, совсем большая стала. Все понимает. А как она меня подгоняет искать родню Федора? Если бы не болезнью, давно бы уж съездили. Она болела у меня сильно. Думал, уж не встанет на ноги. Я видел на фотографии в альбоме. Поленька, а вы? Ой, знаете ли, Андрюша, хочется ехать и боязно. А чем дальше, тем все страшнее и страшнее. Понимаете? Вы, наверное, обидитесь на то, что я вам скажу сейчас. А что, если он просто забыл о вас? А, ну а вы, Андрей, собираетесь жениться? Ага, собираюсь. Только все это зависит от вас, Полина. Между прочим, я приехал сказать, что я живу на свете и я... Господи, вы очень хороший человек, Андрей, и я рада вам. Не представляете, как я вам рада, но... Но есть еще надежда. И я верю, что Федор жив. Вы уж простите меня. Простите меня, но не вас я вижу во сне. Мама! Простите меня. Значит, шестая вперед вырвалась? А как же! А ты, ну, шестая, молодец! Зайдешь за бомб, за командировкой? Чего? Опыт поедешь передавать. Кто я? Конечно! Ну, начальство видней. Я говорил, что его на шестую надо станет. Кого это, его? Его друга твоего. Давай, поскорей! Давай. И... Распалодец! Садись. Тебе что, в ту сторону? Ага, вы очень догадали, мне именно в ту сторону. Играешь? Ага, здесь рядом вечерняя музыкальная школа. Молодец, самостоятельная. А вот твоих родителей я бы отругал, что пускают одну. А мама на педсовете. А, ну да, мама на педсовет, папа в райсовет, а тебе привет. Ха-ха-ха-ха. Замерзла? Нет! Нет. Иди-ка сюда. Давай-давай, не стесняйся. Это шуба непростая. Эта шуба фронтовая греет, как печка. А вы напрасно обо мне беспокоитесь. У меня кровь горячая. Ха-ха-ха. А у меня что, рыбья, да? Ха-ха-ха. А вы не смейтесь, пожалуйста. Я вам серьезно говорю. Когда мой папа умер на фронте, то мама ему свою кровь отдала, и он ожил. Как зовут твою маму? Поля? Полина Ивановна. А фамилия? Бочкарева. Тебя? Как зовут? Вера. Верочка. До школы далеко. Да нет, спасибо. Мы уже приехали. Там я вам. Подожди, сейчас. Верочка, подожди. Где сейчас твоя мама? А вы уже проехали мимо. В школе, с белыми наличниками. Она там учительницей работает. Дядя Саш. Разворачивай. Разворачивай. Вера. Чего это он? Не знаю. Да нет. Дядя Саш. Дядя Саш. Дядя Саш. Дядя Саш. Шор. Куда же вы? Куда? Учительская где? Учительская там, наверху. Да родитесь вы, родитесь. Федя. Я ведь очень счастливая, Федя. Что ты жив, счастливая? Что меня не забыл. Если б ты знала, как я тебя искал. Ну ты искал Ивановых. А мы Бочкарёвы, Бочкарёвы, мы Бочкарёвы. О чем ты говоришь, Поля? Ведь я же женат. У меня троих, ты не можешь поверить, ведь я их очень люблю. Верю, Федя. Верю. Как же нам теперь жить? Как жить? Как жить? А как все люди живут, так и будем жить. Мне ведь только знать, что ты жив и счастлив. А ты? Я. Мама! 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 Что случилось? Что такое? Мама! Мама! Нас завтра повезут в город и будут показывать лебединое обе. В письме было еще несколько слов. Земным поклоном кланяюсь тебе, Поля. Спасибо тебе за все. За любовь твою. За подвиг твой женский. Что стало с этими людьми потом? Как сложились их судьбы, опаленные войной? Я не знаю. На этом письмо обрывалось, обратного адреса не было. Спасибо. Спасибо.